МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. 10 управленцев из Самарской области в суперфинале пятого сезона конкурса «Лидеры России». Окружной финал флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходил в Нижнем Новгороде. Его победителями стали 46 управленцев из 11 регионов ПФО, в том числе 10 из Самарской области. Это профессионалы, выдержавшие высочайшую конкуренцию на дистанционных этапах и очном окружном финале. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, наставника конкурса управленцев, в области организована профессиональная подготовка участников к финальным испытаниям. Первый заместитель и руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко ранее отметил вовлеченность Самарского региона в проекты «Оно. Россия – страна возможностей» и выразил благодарность Дмитрию Азарову за большой вклад в развитие возможностей для профессиональной и личной самореализации жителей Самарской области. Имена победителей конкурса «Лидеры России» станут известны в феврале 2024 года. Администрация железнодорожного района Самары сообщает о вакансиях, которые есть на предприятиях города. Всего в регионе 47 744 вакансий. Предприятие ООО «Мобиль» в Сызрани ищет резчика металла на ножницах и прессах с заработной платы 40 тысяч. Слесаре механосборочных работ ему готовы платить 35 тысяч, и столько же намерены предложить штамповщику. ООО «Молочный рай» в микрорайоне Красноярский примет на работу технолога с заработной платой в 50 тысяч. Аппаратчика с заработной платой 40 тысяч и лаборанта ему готовы предложить 35 тысяч рублей. За ОХИМ «Синтез» в городе Чупаевск ждет аппаратчика «Синтеза» с заработной платой 55 тысяч рублей. Мастера с заработной платой в 53 тысячи и слесаря по контрольно-измерительным приборам на заработную плату в 36 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова